Он отлично сочетается с VR-кой, потому что, ну, при отсутствии каких-то очень сильных артефактов, Windranger, да, например, может за один Focus Fire под Amplify Damage убить там опасного кор-героя, который, в общем-то, и перефармливает ее там на несколько золота, да. Достаточно там Blink Dagger, Аганима прыгнуть, шаклить, Amplify повесить, Focus Fire, если никто не подсевит, то очень будут плохие дела. Ну, той цели, которую Windranger выбирает себе, Лина забирает со Фнатиками, ну, это, скорее всего, саппорт Лина, Слордар тут, вероятно, будет хардлейновым. Странно, что Фнатик решили не использовать Даззла в комбинации вот со Слордаром и Виндрейнджер, я не вижу его в бане, очень часто берут. Ну, что ты там, настроился? Поверь, у себя, потому что я до трансляции все вымерил, и, по идее, все должно быть отлично. Все ли норм у тебя? Это заглушалка, возможно, скорее всего. Дело в том, что я... Раз, два, три. Дело в том, что я обычно пользуюсь другой гарнитурой, она очень громкая, поэтому уровень громкости я снижаю, специально, чтобы не мешать никому. Так вот получилось, что забыл я это вернуть обратно. Так, чуть-чуть здесь еще. Дело в том, что мы привыкли видеть сейчас на протяжении всего того же сезона, что было до мейджора, мы сейчас и видим, по сути. Поэтому никаких пока удивлений нет, потому что, тем более, со стороны команды Evil Geniuses, когда они встречаются, далеко не с самым сильным соперником. Пусть со Фнатика выбились из своего собственного, можно так назвать, болота, юго-осточно-азиатского региона, уже давно базируется в Европе, где меряются силами с нашими европейскими коллективами. Но все же пока еще им надо набраться очень много опыта и все-таки строить свою игру под соперника. И сейчас опыта у них как раз-таки может быть и недостаточно, но все же попробовать можно свои силы уже даже против такого сильного соперника, как Evil Geniuses. Я даже не знаю, что плохо для команды, например, столкнуться сразу же с фаворитом своей группы или же, наоборот, с более слабой командой. Потому что, ну, тут, мне кажется, больше от игроков и от капитана зависит. Потому что если, ну, некоторые команды, они могут сразу, да, выдать максимальную свою игру и впоследствии уже как-то чуть хуже исполнять, чуть хуже думать и играть. И бывают команды, которые делают это совершенно наоборот. Ну, здесь, безусловно, Fnatic столкнулись с одним из фаворитов своей группы. Я посмотрел там прогнозы некоторых людей и на форумах, и на сайтах популярных комментаторов. Очень многие выделяют именно в этой группе EG как, скажем, команду, которая выйдет в первом месте. Но это неудивительно. Все-таки коллектив, он достаточно сильный. Они все-таки являются чемпионами пятого интернешнала, хоть они сейчас немножечко в другом составе выступают, нежели чем... Ну, и с позициями несколько, иначе у них дела обстоят тоже. Да, да. Если вы в курсе. Поэтому это тоже сейчас стоит брать в оборот. Но пока, потому что имеется, S.F. Undying, Kvapai, Klokver, Kovil, Jinius. Фактически свою сильную сторону пика они уже, считай, отпустили с самого начала. Это забрали себе S.F. Дальше вот уже Undying, Kvapai, в принципе, сейчас сильнейшие герои. И, как казалось бы, да, логически рассудить. Инициация, в принципе, есть уже, Queen of Pay неплоха. Но дополнить ее каким-либо дизейблам не помешало. Появляется Klokverk. Хотя вариантов, опять же, было несколько вдобавок. Я думал, что еще появится кто-то, кто будет в пару с Undying стоять. Все же обычно привыкли увидеть дабл-линии. И вряд ли это Klokverk все-таки. Ну, Klokverk, Klokverk. Queen of Pay, скорее всего, на сейфлейне будет стоять. Хотя здесь, опять-таки, какая ситуация получается. Kvapai в миде 1-1 очень хороша против Windranger. Очень хороша. Shadow of Endu немножечко сложнее стоять. Но все-таки ставить S.F. на сейфлейн это как-то нецелесообразно. Поэтому обычно вот в таких, когда мы видим S.F. и Queen of Pain, ну, в 99% это Solo Mid, Shadow of End и сейфлейн Квапа. Более редко это Queen of Pain на хардлейне, да, там с кем-то в дабле. В этом духе получается. Ну, и мы видим то, что Муши банят. Дизраптор, блин, мне пик Муши нравится очень сильно. Я вижу, что он и на линиях очень хорошо будет себя проявлять. Банится, кстати, Viper PPD. А я считаю, что они очень хорошие саппорты сейчас. Посмотри. Минимум уже видим Элину с Рубиком. Весьма хорошая комбинация. Мне кажется, что тут может быть Ember Spirit, если честно. Конечно, против, если до Black Locker к Undying придет. Хотя вряд ли. Будет Undying, скорее всего, на топе. Но берется антимаг. Тоже, в общем-то, отличный вариант здесь. Для Black это, естественно, антимаг. Да, вариант вообще замечательный. При такой связке саппортов они будут весьма неплохо контролировать линию. Держать подальше хардленера, который вовсе никак не будет вмешиваться в фарм антимага. Впоследствии еще Элия, собственно, занимает делу ему стаки и прочее, прочее, прочее. У них довольно сильные самодостаточные линии. Вот что уже зависит только от исполнения. И в Элджениусе в ответ еще вот у них появляется Лич. Тоже герой сейчас Лич Undying. Ну, в общем-то, все понятно. Да, была бы возможность пикнуть Дума, наверняка... Была бы возможность пикнуть Дума, наверняка бы пикнули бы Дума. Ребята из ЭДЖИ с Личом это крайне опасная комбинация. Герои дополняют друг друга как и на лейне, так и вообще в целом. Что ж, антимаг и лич. И лич и антимаг. Ну, тут уж очевидно, ЭДЖИ должны каким-то дабллейном встать на бот. Это 100%, потому что когда ты пикаешь Лича... Ну, нецелесообразно, мне кажется, ставить Лича в трипло. Особенно на легкую линию. Но это вообще как-то игнорирование потенциала этого персонажа. Ну, тем более два таких игривных... Порта, да, как Лич андайинг... Ну, хотя бы один из них... Ну, знаешь, его недаром всегда в дабле использовали. Ну, потому что герой для этого просто будто рожден. Это ведь все. Как бы не стоит того брать в трипле. Есть много других персонажей, которые в трипло-линии делают гораздо больше, соответственно, каких-либо действий. Имеет, иным словом, больше КПД, нежели чем Лич в трипле. Скажем так, что даблу с Личом выиграть какой-либо другой даблой практически невозможно. Практически невозможно, если Лич и тот герой, с которым этот Лич стоит, ну, такой, более-менее приспособлен. Да, это может быть любой сильный хардлейнер, там, может, Beastmaster, Doom, Queen of Pain, ну, много там различных вариантов можно придумать. Такую даблу выиграть любой другой даблой крайне сложно, если люди будут делать все правильно. Потому что на дистанции они тебя все равно перефармят, на дистанции они получат больше опыта, и ты, в конечном счете, вот, банально ничего не делая, линию просто проиграешь. Потому что получаешь меньше экспы, да, там, конечно, если это хардлейновая дабла, то там можно пул осуществлять различные, да, как-то на этом ходить. Тогда твоему кэри будет очень не сладко, ему никто не будет помогать, и он вообще не подойдет к крипам, только ты подходишь добивать, и сразу же получаешь новую, там, тычку еще какую-то. Сейчас, кстати, сзади рун-контроля, и, по-моему, IG как-то вот мечется из стороны в сторону, ищет, куда бы им пойти, и вот, похоже, все-таки они решили пойти на топ. Вот, здесь Муша на Рубике и Хайо на Слардаре, ну, видимо, не будут отдавать руну, это страшно. Да, кстати, они потенциально могут пытаться и там, и там поднасолить соперника, у Муша может кого-то забросить на Хайогрант, если удастся ему сделать, но руну забирает Слардар. Я хотел бы, пока ты еще вел с собой такой монолог, обратить внимание на то, на какой позиции сейчас играет Артизия. Да, Артизия сейчас... Он выступает в миде. Да, играет на Shadowfair в миде, и вот это, честно говоря, там, можно, в общем, долго рассуждать о том, правильно ли поступили IG, что убрали Ауи или нет, но вот, мне кажется, что все-таки вот с Ауи у них отлично получалось. Не, ну, вещь-то проверенная. Вещь-то проверенная, это Артур КНС. Ильич у нас выходит в мид по той простой причине, что, как я уже говорил ранее, Shadowfair один на один в ВРки проигрывают хорошие, поэтому тут СФу нужна какая-то помощь. Ну и плюс это стандартный такой саппорт, да, который будет сейвить СФ и стакать лес. Артизий, кстати, уворачивается от ганга, Нед здесь в смолке находился, ну, Муша с телекинезом там на первом левле. Кстати, забавно то, что Фнатики две баунтируны забрали, Слардар забрал на топе баунтируны, а Хайя сейчас стоит один на один, а, нет, не один на один, прощение, не заметил. У нас Сумаила, который, ник которого, к сожалению, не изменился, это, возможно, будет путать нас в тимфайтах, вполне вероятно. Ну, Слардару там, в общем, Слардару там нормально ощущают пока что. Да, ну а путать не будем, потому что там хотя бы вся команда имеет адекватные ники, а не те, которые, как обычно, назовутся там карасями и всем остальным, и, ну, попробуй угадай, кто еще есть кто. Так что здесь еще более-менее все, по крайней мере. М-да. Ну, и с ВРК тоже у нас один саппорт пока что стоит. На боте у нас противостояние Клокверка-Антимага. Клокверк, он может очень много проблем доставить Антимагу, потому что, ну, вообще, любому милишному керри Клокверк доставляет большие проблемы, потому что харасит когами, выжигает ману. Но Антимаг здесь с большим запасом регена, то есть Блэк здесь, он максимум, что Юниверс ему сделает, это помешает там одного-двух крипов добить, там, да, может быть, с пачки. Вот, но в целом он его прогнать с линии никак не может, регена у Блэка больше достаточно. Он сейчас купит себе еще и колечко в ближайшее время, и согнать его Клокверком с Лейна будет вообще невозможно. Что у нас делает Ахайя? Ахайя заходит за Т1-вышку на своей линии и просто переманивает крипчиков. Хитро играет Ахайя. Да, и учитывая, что саппорта как раз-таки у команды Эйджи, по сути, не имеют какого-то определенного стана или жесткого там чего-то еще, что могло бы как-то ему помешать, ну, придет лечь, даст тебе новую, а крипов ты все равно с собой заберешь, что сейчас, по сути, Охи и делает. Поэтому он прекрасно оценил ситуацию, воспользовался моментом и получил себе, опять же, лишний экспус, который сейчас у него проблемы. Имеет он только второй сплайн-левел для сравнения, Клокверк уже третий, почти четвертый. Клокверк тут все-таки он с антимагом стоит прям так контактно, да, то есть он стоит к крипам, что-то подбивать, что-то там поластхитить, даже подинать. Вот он, смотри, заставил Блэка сейчас уже поражать фласку, то есть танго осталось. Блэк пришел на линию, у него было восемь танго и фласка, то есть сейчас у него, сам видишь, что осталось за три минуты лейна против Клокверка. Да, ему надо дожить до колеса, и все будет лучше. Да, Слардар на топе. Кстати, да, тем временем... Получается. Слардар на топе, и было, да, нападение параллельно на Юниверсы. Ну, в принципе, ни там, ни здесь, по сути, мы видели, что просто гоняют одного, второго. Каен нужно просто аккуратно играть, потому что его здесь не убьют, если он не допустит ошибки, грубо говоря. Да, вот иногда стоишь на крайне сложной линии, да, и там даже если ты ошибку не допускаешь, тебя как-то там хитро сзади обошли, и вроде, ну, тут тяжело прочитать такие вот иногда моменты, и ты погибаешь. Ну, по сути, это, конечно, ошибка, ну, если так рассматривать критично, кстати, сейчас, похоже, Пипи у нас получит по щам. Телекинезом его подцепили, пошел краш, овершотик, и мужа делает форсблаз. Ну, организованно, без особых проблем, и вполне себе проблема была в том, что у Эвл Джениусс не было вижена с той стороны вообще никакого абсолютно. Поэтому этот ганг они предвидеть не могли, потому что саппорты команды ФНАТик давненько на линиях не появлялись. Я вот честно скажу с начала этой игры, Пик мне несколько больше нравится у ФНАТик, нежели чем у Эджи. Обычно в таких играх какого-то явного фаворита я выделить не могу по стадии драфта, но вот именно в этой игре мне почему-то кажется, ну, и расстановка линии соответствующая, что здесь вот ФНАТикам главное как-то мидгейм пережить. То есть против них очень сильный мидгейм, они с антимагом, это основная проблема. Ахая пытается разбить томбу, дает краш, томбу разбивает, но сам он, скорее всего, погибнет, если Фир даст еще один дикейн. Ой-ой-ой. Слушай, выживает даже, даже блин Квапу не помог убить, поражать стики. Афир тут уже дикейм накачался, тристак и дикейм на нем есть, так что он еще под вышкой поживет, подикейтся далее, нет. Еще одна тпшка летит сюда, Охи прибегает, станет уже он как раз-таки Сумаил под вышкой, тот выблинкивается и еще готов добить Нета. Правда, ему это удается, но выжить ведь ли сам? Во-первых, блинк довольно много еще будет в кулдавне, а во-вторых, у Слардара уже встанно готовее. Да, и более того, ребята из Курьера сейчас, я в пылу сражения не совсем заметил, кто его убил и где он погиб, но факт остается фактом. Там тапок, похоже, был эсэфовский. Потому что тапка у эсэфа я не вижу, на дворе пятая с половиной минута, у него 27 крипов, да, наверное, должен был быть у него тапок. Четыре пятьдесят золота было. Тут еще у нас Виндрейнджер на вражеской позиции с дабл дэмэджем пыталась помешать Шадофф Винду забрать. Ой-ой-ой, и Курьер опять может пострадать. Ну, правда, тут за ним аж даже Сумаил выпрыгнуть должен был, и вдвоем они забирают его, так еще и могут забрать Виндрейнджера. Виндран только первого левела, далеко не убежишь, а Шадоустрайк уже в спину прилетел. И Мана, Фулл еще у Квапы, еще и Соник Вейв вдобавок. Так что нова Соник Вейв как бы тут еще убежать ему удалось. Там, ой-ой-ой, не туда полетела нова, полетела-то она в иллюзию. Приходит Охи на Соник Вейв, дается Сумаилом. Тут, конечно, делает обещанный фраг и, по идее, должен еще пытаться уйти. Но если б не Муши, отбросил одного, застанял другого, но подошел уже Артизий. Тут немножко силы уже неравно чувствует Фнатик, и дальше драться им, наверное, здесь не стоит. Но подошел Блэк, а Блэк-то без Мана Войда. Да, Блэк почему-то решил отвлечься от фарма, у него на поте посмотрел, какое количество крипов. Он сделал телепорт сюда, я так посмотрю, да, у него ТП в кулдауне. И особо-то ничего он здесь сделать не смог. Ему еще очень долго ничего тут не сделать, по крайней мере до 11 уровня. Даже если у него не будет артефактов, на 11 левеле, если он даст Манавоид в пустую Квин оф Пейн, например, то он может и Квапу убить, и кого-то там рядом стоящего. Пока что первым Манавоидом здесь особо никому проблем не создашь. То есть это там, нюклины там третьего левела, наверное, дамажат больше, и причем 100% ПАУЕ в хорошем. Из большого рейнджа Манавоидом вряд ли удастся много чего сделать. Клокер с Транквилдатками пятого левела, Юниверс чувствует себя просто великолепным. Ну, это, в общем-то, так оно и должно быть. Блэк блинкается на Юниверс, Юниверс юзает Коки, ну все, в сумму, оно потерял здесь Юниверс. Опять же, хочу отметить, пока у нас там шла небольшая такая стычка на боте, у нас с тем временем саппорта Фнатик все еще не дремлет. Уже восьмая минута они все так же по Вижну существенно превосходят соперника. Помимо того, что имеет Вижну, собственно, по вражескому лицу, причем такой неплохой достаточно, который дает много информации. Сейчас задевардили еще у ЕГЭ, такой довольно-таки интересный вард, который оберегал БСФ. Мы вообще, в принципе, от гангов как раз-таки и поставили его там после того, как загангли в мидл Фнатике, и теперь все опять без Вижны. Neville Geniuses все так же стоит, пока на Эрлигеме фактически беззащитным себя чувствует в мидии СФ, хотя и по фармам он, конечно, лидирует. Верк, в принципе, не отстает от него, как мы можем видеть, курьеры, у нас там мертвые. И с другой стороны были привестись, и пока Верк ничего не может хорошего, интересного. Вот тут нас Рунду Незбирает буквально из-под носу. Артизе тем самым тоже жизненному несколько сделал не такой сладкой, как он сам этого, наверное, хотел. И пока, в принципе, если сравнивать команды на Эрлигеме, что уже, по сути, можно к восьмой минуте матча, я доволен исполнением Фнатик вначале. Конкретно командной игрой с саппортов, именно здесь они очень много сейчас решили. Потому что иначе бы Эрлигем могли бы задавить. Когда ты играешь против Лича, Андаинга, и при этом на десятой минуте ты десять раз не погиб, можно сказать, да, что ты неплохо линии отстоял. Поэтому, ну, здесь основная проблема у команды Фнатик в мидгейме, потому что сейчас Эджи, они им некуда как бы спешить пока, что да, с одной стороны фармят антимаг, но нужно получить свои айтемы на Queen of Pain и на СФ. А вот СФ сфармят себе Мекку, допустим, да, он Мекку уже будет, наверное, делать, или он не будет играть в Мекку, не знаю, посмотрим, будет ли Артизия играть через Мекку. Теоретически должен быть, потому что Мекка позволяет на СФ выходить в ранний пуш, в раннюю агрессию, и это как раз-таки нужно реализовывать Эджи. Да, у них хороший ультимейт на что-то в левелах. Да, Queen of Pain нужно получить свой орхид и, там, соответственно, какие-то айтемы. Андаин тоже там какой-то левел себя апнет, у Клокерка фарм появится. И вот с этого момента, что будет происходить? Эджи будут идти по какой-то одной линии, они будут ломать вышки, и у Фнатик, собственно, будет возможность как-то это либо подефать, либо сплитпушить. Интимаг в любом случае будет сплитпушить. Если Фнатик будут чувствовать, что они не могут нормально откидываться скиллами, если они будут чувствовать, что их в любой момент могут подцепить за этой вышки, то эту вышку дефать не нужно будет. На токе через Томбу убивают Рубика, так говоря. Да, и... Такое дело, что... Если ИДЖи смогут нормально засплитпушить со своим антимагом, то, в общем-то, у них шансы неплохи. То есть, им главное пережить как-то мидгейм. Вот эта вот ситуация сейчас уже начинает реализовываться. Посмотри. ИДЖи собрались с пятером и идут по току. А в это время АМ фармят. Да, и долго еще будет фармить, понятно же. Да, и это вполне себе адекватная игра против антимаги, когда ты играешь в мидгейме. В мидгейм неплохо. Юниверс стартует с по-диджея. Далее приходит уже Соник Вейвом Клопа. Тут на медране выбегает. Уже нечего, в принципе, давать в ответ. Если как бы на контратаку, хорошо бы не нарваться. Но дальше они идти не стали. По сути, грамотное решение. Ток еще покупает с Линей. Ну, посмотрим ответочку от Фнатик, наверное, в ближайшее время. Так как Лина вот-вот получит шестой левел, надо бы это дело отметить Смоуком. Да, можно попытаться кого-нибудь там забрать через прокаст. Вполне реально. Так, что у нас с Лордар на топе? Он нафармил с Лордара 800 золота. Потихонечку он дофармливает свой блингдагер. Хочется уж больно ему. Ну, естественно. После блингдагера я не знаю, что будет делать Ахай. Очень многие с Лордарой приобретают медасы. Но здесь, поскольку ты с антимагом играешь, наверное, какие-то полезные айтемы делают. Что-то типа Форстафа. Да, Форстаф здесь будет прям необходим. Может быть, даже Слардар вместо блингдагера купит себе Форстаф против Кокерка. Блэк наблинкивается прям на 3-1 вышку. И смотрит, как Фнатики-то резко сыграли. Он хотел ее золоситить, но не получилось. Что-то как-то он вроде ворвался, по вышке ударил, но не золоситил. Как-то не по-блокски это. А на боте тем временем... Да, у Артизи был шеклшот от Диджея. Продолжает он давить его далее с фокус-файера, но продолжить разве что нечем. Артизи это прекрасно понимал. В принципе, и свободно отступает. Пивай с ботлом. И, кстати, сюда же может притянуться команда Evil Geniuses в своем составе. И опять пятером сыграть. Пять человек сейчас, в принципе, наготове. И Клокверк уже с хукшотом. Опять же. Вот он его и делает. Диджея оказывается в Клоках. Сверху уже Рстрим. Что угодно. Да, вот на топе Слардар поломать ничего не успеет. Туда уже летит Кминус Пейн, которая... Вторая восьмого левела. Суник Вейв на нее скоро откатится. Был бы Суник Вейв на боте у Хвопы. Там бы еще проще было бы сделать эти фраги. Так-то там чуть Юниверс у нас не погиб. Но Сул Рип вовремя залетел от Фира. Так, продолжаем смотреть. Блэк. Персеверанс. ПТ. Ну, ДФ. А тут ему, конечно, еще фармить и фармить. Думаю, что в лучшем случае он появится где-то минутки на пятнадцатый. Но все равно, ЕГ лучше не расслабляться. Да ЕГ можно даже вражеские лезы занимать такими героями, которые у них имеются. Спокойно. СФ быстро выфармливает леса, даже вражеские. Ну, уже, по сути, Артизия потихонечку занимает вражеский лес. Они вышку спушили. Быстренько туда инкам не придет от команды Фнатик. И вот эта вышка на боте, она сейчас многое решала для вражеского леса Фнатик. Очень многое. Сразу же завелись виженом Фнатики, чтобы там не шастали всякие СФ и всякие герои, которые способны убивать. Клокерки. Вообще, сюда бы еще какой-нибудь вард поставить, в эту вот точку, чтобы видеть там телепорты какие-то. Этот вард очень часто и в смолке позволяет палить различные, которые вот направлены на ганги в чужой лес, поэтому вард будет очень хорошим. СФ, кстати, решил у нас без мекки играть, покупает Сэнш себе Артизия, то есть это будет Инжин Дьяша, хороший статовый айтем. Опять-таки, тоже великолепно смотрится в пуши. Ну, Артизия решил, что лучше сразу какие-то полезные айтемы делать именно для себя, да, и перспективу на пуш, нежели чем какую-то мекку покупать. Но была бы у него эта мекка прям, так, к 13-12, хотя, кстати, если этот Сэнш не покупал, мекку бы все-таки успел с Фаррэп. Ну, да ладно. Здесь это не так важно, на самом деле. Ахайя покупает Даггер на 13-й минуте. Это очень-очень ранний Блинкдаггер на Слардаре, потому что даже сейфлейн Слардара, который стоит против каких-то опасных линий, да, там, против какого-нибудь Дарксира, Слардаром очень стоит приятно. Вот иногда не выфармливают Блинкдаггер на 13-й, ну, я имею в виду ПТС Блинкдаггер, да. А здесь у нас с Хармлейна против Андайнга и Квиндрейна у нас Ахайя вывозит Блинкдаггер. Это достойно уважения. Сейчас, кстати, пытаются убить Сумаила. Танчик раз, Драгонт Слейф, Лагунка. Так вот. Просто играют с Натик-Натик, вот такими моментами они обеспечивают себе победу, потому что 5 на 5 драться они не могут, а высекать героев подобными мувами для них это, ну, то, что нужно. Да, особенно, особенно Квин оф Пейн, которая готовит и точит зуб на Антимагре, покупая Орхид. Поэтому и она Блэку делает жизнь гораздо лучше. Зеркально же пытались ответить Эвел Джениусу с Наботи, но у них это не получилось. Крубик сделал ТП, прямо он на глазах из-под Клокверка. Проблемка, у Юниверса ворует Коги, Муша заталкивает его обратно. Свои же Коги. Хорошо. Тут как-то Юниверс встал не совсем правильно, скажем так. То есть он зашел, он находился в чужом лесу, должен был он понимать, что Вижен должен быть у команды соперника там. И тут даже не сколько Инвиз Виндрэнджер решил, сколько Юниверс подошел вот в эту точку, а его команда была вот где-то здесь. То есть в любом случае, даже если бы Юниверс столкнулся с кем-то из вражеского пика, его бы никто не поддержал элементарно. Поэтому ему там стоять было не нужно ни в коем случае. Видно, что команда, да, Эвел Джениусу столько хотел к этому сказать, что видно, что явно играет команда, которая агрессирует, которая собирается нападать, но при этом делает очень грамотно. Как мы видим сейчас, фрагов было сделано на карте крайне мало, всего 10 фрагов за 16 минут фактически матча, это очень мало. Поэтому видно, что одни обороняются, вторые нападают точечно, пушат там, где это могут сделать. Сейчас в Миде вот как раз-таки они видят прекрасно, то, что команда Фнатик там находится, и пушат здесь как-то бесполезно, и скорее всего даже разойдутся по своим каким-то делам, лесам и так далее. Вижен подрезали, довольно тоже важный момент. Вижен подрезав здесь, могут в принципе себе гораздо улучшить ситуацию. А Тик могут спокойно позволить команде соперника забрать Т1-вышку в Миде, потому что пока ЭДЖи будут эту вышку забирать, Блэк заберет Т1 на боте, и у него появится БФ. После того, как у Блэка появится Манта, так-то тут у нас развивает страх, Аннету убивают. Да, Юниверс же достал Лину, и это вполне себе ожидаемо, потому что это Клокверк, и стоять за вышкой было с открытым ртом не самым, наверное, лучшей затеей, но хотя бы потери оказались минимальны. В этот момент Блэк уже забрал вышку, в Миде теряют вышку сейчас игроки Фнатик, и у них нету Глифа, поэтому вышка сейчас вот-вот упадет. Ну вот, собственно, Сэнжи Дьяша тут, а там БФ, вот такой вот у нас. Оркед я еще не вижу у Сумаила, вот как появится Манта у антимага, контр-сплитпуш механизм у ЭДЖи против АМа совершенно никакого не будет. То есть пока у них есть возможность контрить сплитпуш антимага к Локверкам и Оркедам на квапе, когда он появится. Но в других случаях это, ну, то есть как только появится Манта у Блэка, это уже будет невозможно, потому что одного кук что-то мало. Можно контрить сплитпуш антимага, там какой-то хорошей чередой станов, да, если у тебя есть, например, не только Клокверк, но и там пара саппортов со станами, с дизейблами, хорошими вот героями типа Слордара, которые юзают Амплифай, и ты можешь там руками этого АМа забрать. А вот в пике ЭДЖи у них Лич и Undying, да, то есть герои, которые не обладают дизейблами, которые не так мобильны, как другие саппорты, например, приобретающие артефакты, увеличивающие их мобильность, да, например, как какая-нибудь Лина, которая уже с форстафом, между прочим. Поэтому тут план у Фнатик вполне очевиден, вот, как я и говорил, они будут стараться замедлять пуш команда соперника, чтобы в этот момент пушил антимаг. Но самая, самая вообще большая ошибка, которую Фнатики могут пустить, это при защите следующей вышки умереть вчетвером. Вот если так произойдет, это будет очень неприятно. То, что там одна Лина умирала, это и то, этого можно было избирать. Кстати говоря, Юниверсо сейчас снова... Да, вот он тут немножечко так встрял, и, в принципе, команда здесь ему ничем помочь не могла, слишком увлеченно ребята забирали Рошана. Да, они заберут Аигис сейчас, но это еще надо будет реализовать в ближайшие 5 минут, соответственно, с Аигисом в этот момент им невозвратно помогут запушить мидл. И вот-вот прожимается Глейфортификейшн, приходится до Артизи, вышку не допушили, но Аигис забрали. Так что, в принципе, пока своей ситуацией воспользовались, Фнатик, лишили жизни Клокверка, и сейчас могли бы даже, если что, вступить внутр-атаку, в случае необходимости, там Слардар на блинке был. Ну вот, теперь посмотрим, может быть, на сверхагрессию от команды Элл Джениусус, как минимум Аигисом должен давать такое правое. Том-то и дело, что агрессию вроде бы ребята стараются проявлять, стараются как-то пушат, но их пушат в ответ еще сильнее. Сейчас, уже сейчас, еще сильнее начинают пушить, и как только кто-то отбивается от стаи, да, то есть это либо Квиннов Пейн, либо вот Клокверк какой-то, да, который там протонулся чуть-чуть попармить сразу же через Лину и Слардар, а там в Фнатике реализуют фраг. Поэтому, ну, ИДжи тяжеловато сейчас приходится, хоть они и лидируют, а, они уже даже не лидируют по Нетворсу, и вот именно поэтому я и сказал, что пик Фнатик мне нравится больше, потому что я знаю, что команды играть умеют, что с одной, что с другой стороны. И для Фнатик это не будет, в общем-то, большой, ну, не то чтобы большой проблемой, это не будет, но я был уверен в их силах, что они смогут вот стадию мидгейма как-то пережить, и, ну, не позволить сопернику убивать себя и забирать все вышки. Если этого не происходит, а Блэк получает свой БФ, то время начинает играть уже на Фнатик, то есть ближайшие там 20 минут антимаг выфармили свою манту Башер, и уже спокойно Фнатики могут драться. Смотри, припартируется вирс, сразу же нашел Флордан, да. Посмотрите на это. Уже чувствуется, как бы не то, чтобы как силен Блэк, как... Ой-ой-ой, Юниверс, Пятл, Ахайо, с собой в Коге. Ну, нужна какая-то поддержка, далековато еще находится лечь, как бы тут еще колокверку не досталось, но он более-менее тут справляется. Задачи батарейки второго левела и четвертого левела Рокетфлайр делают свое дело. На боте у нас там умер Мушик, кстати говоря, уже вернулся он, и Сайланс, как можно ответить, уже у нас у Квапы, поэтому сейчас, возможно, это и станет каким-то ответом на пуш со стороны антимага, и не только. Тот лечь смотрится в этом пике совершенно сейчас бесполезным персонажем, как по мне, то есть все, что он может, это, ну, там, съедать каких-то пиков, там, новый кому-то нанести дэмэдж, ну, и, конечно же, фрост армор против Слардара, по сути, лечь здесь, на мой взгляд, был пикнут для того, чтобы фрост армором Слардара контрить. Как я понимаю. Видишь же, очень много вардов покомандывают джинс по вражескому лесу, сейчас, наконец-то, ими пользуются, и забегают очень глубоковато, там, где вот Артизи находится, уже спрятался аж чуть ли не за Тир-2, и сейчас должны использовать преимущество Клакверка, у которого хукшот будет через 7 секунд. Надо все-таки еще дождаться его. Да, конечно, вард здесь у них стоит, да, в этом-то и дело, и сейчас тут... Наверное, об этом должны догадаться его джинсис, потому что... Такой, знаешь, с одной стороны, смотрелось, как отчаянный мух, мол, ну, ребятки, ну, можно вас убьем-то хоть пару раз-то, нам надо запушить еще Т-2, пока антимаг не выформил далее. А у него уже сверху еще один айтем после БФ скоро появится. И тот самый, как раз-таки Айгес, который забрали его джинсис, по сути, сейчас им толку-то особо не принес. Он уже пропадет через 2 минуты. Ну, 2 минуты это все-таки почти половина времени существования Айгеса. Может быть, еще как-то и Джи смогут напасть, но это точно, нападать им непросто. Тенденции, мы видим сейчас, как действует Evil Genius, их действия не меняются на протяжении уже последних 10 минут. Абсолютно один и те же. Ну, Лича сейчас тут могут еще сзади подгрызть. Тут, к тому же, еще и Клакверк находится, Охайо рядом на линии. И как бы тут ребятам, ну, могут войти в кооперацию сейчас и кого-то хапнуть. Ну, вот, к сожалению, Клакверк уже и Лич отошли. На самом-то деле здесь немножечко опасно драться. Виндер еще могут. Да, виндер еще могут. Вот уже пошел Universe в ход. Чараник летит от Питера. Залетает, в принципе, он неплохо по Блэку вместе с Охайо. Нот один уходит на блинге. Уже, как видим, еще теряют Клакверк. В ответ потеряли, конечно, Лина, но один в один размен неплохо. На Хардленер от ТПЛ делает Охайо. В принципе, понимая, что он нырнул довольно далеко, а Блэк уходит своими двумя врача из фарма на боте тем временем. Шекл Шотик, как хорошенечко получилось у диджея в кооперации с Охайо. Я думал, что Охайо уже вот-вот умрет. Потому что Соник Вейв летел, но вот не долетел. Итог. Умерла Квиннов Пейн. Квиннов Пейн в этой игре что-то не получается. Да, вот не засноуболил, а по сути-то персонаж, чтобы сноуболить. С великолепным ультимейтом сейчас, который залетает. Бьет всех, каких там разрывает. Саппортов просто в клочья, которые набивают. Китай себе, будь здоров. На том, к тем временем, видим, как поймали Артизи. Артизи без маны, Артизи с Аегисом, что стоит отметить. Поэтому драться он будет до самого конца. И хотя вот, даже Аегис остается пока при нем. Секунд через 15-20 Аегис пропадет. И вот как раз таки на этом Фнатик хотели сыграть. Тут нужна помощь. Питер уже рядом. Кидает просто Армор. Фирн ставит уже Томба. На случай, если бы дальше пошли Фнатик. Им бы тут действительно теплый прием обеспечили. И Аегис пропадает. Ну что ж, еще хочется что отметить. Я забыл, какую мысль я вел. Но, в общем-то, ладно. На этом, пожалуй, и закончим. Посмотрим, что будет у нас дальше. Пока чувствуется, что Фнатик набирает силу. И ЕГЭ уже с этим как минут 10 не могут справиться. И Квапа вот не заснуборил. Со счетом 3-3-4 все пока держится у нас. Сумаил, к сожалению, да. Вроде бы Квапа-то где у нас стояла. Мы все с вами помним. Но и Артизи пока с Энджин Яши наперевес. Вряд ли пока еще особую угрозу-то представляет для соперника. Артизи начинает делать Баттерляй. Хороший выбор здесь. У Виндрейнджер в банке Кингбар еще не очень скоро появится. Вон Тимага подавно. Тимага там рецепт манты. Ну, остается ему только ультимейтор купить. Так, то есть Баттерфляй, который появится у Эсэпа в ближайшее время, он будет, в общем-то, крайне полезен. Но, опять-таки, его нужно реализовывать, с ним нужно идти навязывать драку. А мы видим то, что у команды Эйджи это в последнее время не получается. У них для этого есть клокверк, но Фнатик, благодаря грамотным вардам, не подставляет этот клокверк. Вот мы уже видели несколько попыток от Эджи синициировать драку, но вот как только видят Юниверса, который подходит на позицию для Хука, они сразу же там вжимаются аккуратненько к вышечке, уходят с линии атаки и не позволяют себя подцепить. Да, это великолепное позиционирование. Причем, посмотри, как грамотно они по карте размазались. Все, везде, каждый свои деньги сейчас получает. Причем стоит очень аккуратно. Например, Нэт с Вон Сахайл. Они, если кто-то подойдет один, они убьют его напросто. Просто убьют, снесут Нэт на Форстафе, пролетит, даст лагуны, и Слардар свое дело знает. Диджей, как герой довольно самостоятельный, фармит леса параллельно миддл, и никто ему там ничего сделать не может. У него Блингдаггер, Виндран, Попробуй поймай, называется. Ну и свое делает Блэк параллельно с Вэмлису и на линии в боте. Они получают максимум денег, тем временем Evil Geniuses перемещаются в общей куче, где золото делится чуть ли не на всех, абсолютно. Поэтому сейчас денег получают даже в мирное время, Фнатик в разы больше, чем нежели команда Evil Geniuses. Если присмотреться. Антимаг очень быстро фармит, он практически не отвлекает золотофарма линии, когда добивает нейтральных крипов в лесах. Появляется манта у Эмма, ну все, контр-сплитпуш механизма против Блэка у ИДЖ больше нет. Они никак его не убьют, вообще никак. Даже если пистером нападут и дадут все свои скиллы в Блэка, Блэк уйдет. Ну, ПТ на силу, стики и Блинг. Манта Блинг. Его даже засунили, скорее всего. Его даже за Соник Вейв, скорее всего, не убить. Можно, конечно, как-то попасться там Реквием, прям пастить почти в упор к Эмму, но это надо Блинг какой-то иметь на СФ. Да ну не, это уже какое-то извращение прям получается. Это утопия, чувак. Это утопия. Блэк как сплитпушил, так и будет сплитпушить. Вот он это и делает. Набирает вышку, ничего не спрошится, разводит руками Evil Geniuses, потеряв Т2. Притом, что сами Evil Geniuses нападают с самого начала игры, они до Т2 еще не притронулись. Вот что самое интересное. Вот оно уже практическое доказательство того, что сплитпуш от Блэка работает. Уже доказано и на деле. Ну еще на топе мы помним, что Т2 они запушили. Вот еще, кстати говоря, дело-то может закончиться чем-то интересным. Муж получается Айланс, Быренько туда прилетает с манты, сразу срезает пол маны к вапе. Далее еще все, еще в атаке. Вот он тут иллюзиями прожигает. При этом дает возможность ступить как и для мужа, так и для себя. Поэтому нападение. Вроде бы Evil Geniuses опять все вместе собрались, а ничего не сделали, Блэк ушел. Пошел обратно фармить. Просто провокатор какой-то. Провоцирует, собирается Evil Geniuses, они собираются, но ходят. Диджи делает то же самое. Да, это уже как бы заявочка так-то. Звоночек. Ну что, ИДжи остается просто как перефармливать. Я вот даже не знаю. В сверхлейте у них шансы, в общем-то, неплохие. Скажем, там Undying Мекку пытается дофармить. Если у Undying появится Аганим, то подраться можно хорошо. Даже там с слотовым антимагом, когда у тебя у СФ, естественно, подобные слоты будут, и у Квапы тоже что-то появится. В сверхлейте ИДжи вполне сильны. Просто проблема в том, что Фнатики не должны позволять сопернику. Точно так же, как ИДжи не должны были позволять Фнатик в мидгейме сплитпушить и деф от своей вышки, точно так же не должны позволять Фнатик доживать сопернику до сверхлейта. Вот существует такое мнение, да, там, среди комьюнити, что антимаг — это герой, который фармит, фармит, фармит 6 слотов, потом приходит и всех убивает. На самом деле антимаг фармит вот примерно так, как сейчас, да. Блэку еще нужно башер какой-нибудь приобрести и уже можно пытаться драться с соперником. Не знаю, поступит ли так Фнатик или нет, но дотягивать игру до момента, когда у соперника уже будут абсолютно все артфакты, но это тоже как-то неправильно, потому что там уже, сам знаешь, решает какая-то малейшая ошибка. Где-то кто-то вышел без байбэка, умер, и ты уже 4 против 5 не можешь дефать. В любом случае надо пользоваться тем, что есть антимага, потому что, смотри, сейчас закончится внешняя вышка в миде, последняя Т2. Ему же упираться в ХГ и стоять друг на друга в пятером, смотреть — не самая выгодная ситуация. Встретиться в чистом поле или на Рошане для команды Фнатик сейчас будет выгоднее, поэтому антимагам нужно очень занимать грамотную позицию, чтобы подключиться в любой файт, который навяжет его тиммейты. Абсолютно любой. И сейчас как раз-таки думаю, что Рошан станет камнем в плетновение, потому что именно его сейчас контролирует Фнатик, именно в нем будут заинтересованы Evil Geniuses, и именно там, может быть, что-то наконец-то мы увидим, потому что 18 фрагов за игру и то, которые фактически не были в рамках каких-либо масс-файтов, это как-то скучновато, по-моему, даже. У нас такие, знаешь, соло-фраги были. Игра такая получилась. В основном макро-игра у нас была. Да, да, и это тоже интересно посмотреть, но мы к этому уже привыкли. А вот смотри, вступил. Да, ну вот он фактически вывел из игры. Блэк Манту поражал, и сейчас его за это накажут, да? Это первый фраг на Блэка. И параллельно тоже начинается драка. Муша там вступает вместе с Питером, Питер идет кидать чайник, чайник кидается в Гиджи, и тот уходит. Но это тоже с ТПшки пытается уйти. Приходит сюда команда Вилджиниусс. И без антимага, и без Рубика там ничего сделать они не могут. Так что Рошан и Аегис остаются в команде ЕГЭ. Вот так вот быстро они проиграли Рошана. Опять же, не в рамках какой-либо красивый Эпик Меффайтер, а просто потому, что Блэк ошибся. Перебаковал. Да, слишком переоценил себя Блэк в этой ситуации. Но опять-таки, Аегис на Шэдоу Финде. Он здесь. Максимум, что по роле ТД, это поломать Т2, или как-то ходить уже на ХГ. Так, а что у нас у Виндрейнджера? У Виндрейнджера 3000 золота, Манки Кинг Бар потихонечку доезжает в Р-ке. Манки Кинг Бар появится, тут уже, конечно, можно будет еще и ВР-кой делать хороший очень импакт. Ну, так, конечно, ВР-ка тоже импакт хороший делает, если в Шаклшот дать имплипай, но за Фокус Файер, наверное, любого персонажа убьет, кроме Шэдоу Финда. Дайнга легко убьет, Квапу легко убьет, Клокверка легко убьет. Если тут Блэйдмейл неправильно, это естественно, потому что можно просто убиться об этого Клокверка. Так, Артизи пытаются забрать. Опа, Артизи. Ну, сложно будет, сложно. Даже с Лагуной. Как-то вот я смотрел уже сразу, где подходит Диджей. Шансов было маловато на то, что его заберут, учитывая, что рядом еще имеется Фир. А у Фиры Соу Рип. Как-то такое, знаешь, нападение до конца даже сложно назвать. Особенно без участия Блэка, тем более. Без основного коргероя. Потому что именно в нем сейчас концентрированы все деньги абсолютно. Артизи забирает Крепчиков здесь и будут пытаться ИДжи сейчас забирать Т2-вышку, но Антиваг уже на топе. Антиваг уже готовится атаковать Т3. Клопперк рядом, Клопперк помогает пушивать ракетками, может Коги как-то поставить, чтобы помешать здесь Блэку, но все равно один он его сдерживать долго не сможет. Пошли телепорты. Ну, такими моментами мешают очень сильно. Юниверс получает сейчас краш, умирает, БКБ Ахая прожимает и Блэк также на блинке уходит. И вот никак больше не подцепить. Пока у Квиннов Пейн не появится Хигса, а у Квиннов Пейн Хигса здесь не появится, потому что она делает Шиву. В таких моментах очень тяжело будет ИДЖ что-либо сделать. Когда Клопперка убивают. Клопперк опять на ошибки сыграть Блэк-то это вполне возможно. Да, вполне вероятно. Снова, кстати, Антиваг возвращается на топ ломать вышку. Уже 600 китпоинтов он срезал. Поехал Орхет, есть Манта, Блэк атакует, Артизи, Артизи жмет БКБ. Прошу прощения, меня Артизи сумоил. Ну вот, говорю же, буду путаться, никнеймы люди не проставляют. Да, потому что комментатор в первую очередь считывает. Если что-то он думает, что не так, какой-то там никнейм, он пытается вспомнить по памяти. Да, это действительно так, бываешь, путаешься. Потому что ты читаешь никнеймы с экрана, а не вспоминаешь, на каком герой играет. Так удобнее. Это факт. Ну что ж, Тревел Аксер появляется. Да, это весьма интересный вариант в ответ на сплитпуши. Надо все же такие вещи иметь у себя. В рюкзаке. Ну будут, будут пытаться просто-напросто перефармливать сейчас. Хороший, кажется, код. На последних секундах поймал он его. И важный фраг. Несмотря ни на что, сейчас дальше должны продвигаться Велджинисус. Они давненько уже не пропушивали. А Егис у них имеется и будет еще две минуты. Сейчас прям-таки время, прям время требует. А Блэк к тем временем пушит Тир-2 в миде. Это последняя внешняя вышка. Он получает Сайланд, дает Мантус. Сайланд сбрасывает. Приходит Юниверс, но в Коге тут не попался бы в любом случае, так как у него имелся Блинг. Но и не добил тут пока вышку. Появляется у Шаду Финда. Чтобы его не станили, не шаклили, это тоже очень важно. Потому что СФу нужно бить руками. СФу нужно быть активным в драке. Если его задизейблят, а без бакарита сделать очень легко, то он ничего не сможет. Дизейблят у Фнатик хватает. И шаклшоты, и краш, и кинезы всякие. Тан Лин еще имеется, так что КБшка Артизи нужна 100%. Может быть не вторым, не третьим слотом, но рано или поздно он должен был ее приобретать. В следующем айтамом Артизи может либо Таник купить, либо Манки Кинг Бар. Манки Кинг Бар тоже будет очень нужен, потому что Верка набирает жир, и пора ее уже тоже как-то убивать. А 1500 хп Винд Рейнджер, ну тут разве что Соник Уэйв, чайник какой-то может ее продамажить киндраном, а Сэф он пока ее прям руками-то бить особо не может. Тайлами, Реквиемом как-то Тиджея можно убивать. И Фнатик идут сейчас пятером, ну пятером втроем идут по миду, два человека у Фнатик на топе, но я так понимаю это опять-таки... Надо им мид допушивать, если хотят, потому что Блэк одного опять оставляет, он должен допушить мидл, что он хочет в принципе сделать. Но когда так отсутствует глиф, сейчас он это и делает. В ответ, вот там шел Артизи, да, посмотри просто как играет. Он видит Клокер, он вообще его не боится, он просто лезет на него, там добивает вышку, добивает всех крипов, блинкает... Это видит же, где находится Артизи и все остальные. Просто он не ощущает, не ощущает возможности вражеского пика как-то себя подловить. Только если вот он опять прожмет манту, там где не нужно ее прожимать, и тогда его действительно могут забрать. И пытается забрать Блэка, у Блэка, кстати, Тарасочка появилась, он решил не в Башер выходить, Тарасочка ему тут... Ну, Башер, он хорошо смотрится на Эмми, но в такой ситуации, когда ты исключительно сплитпушишь, Тараска мне кажется лучше, потому что... Ну, тут, если раньше, если раньше антимага можно было попытаться забрать, то сейчас его, по-моему, просто нереально. У него, кстати, манта есть. Манта, блин, все, ему ничего не сделать. Это и то он даже манту сразу не прожал, хотя тут пытается дальше играть. Правда, вот, еще и контратака. Великолепно может получиться. Команда, мы видим, как падает Квапа. Очень быстро она падает. Диджи делает Тэп Аут. Ахайо бежит и убежит. Ну, скорее всего, должен, по крайней мере, пытаться. Ну, станом... О, БКБшечка. Да, тут, конечно, тот того подловил. Но все равно, итог того, что выжил Блэк, учитывая, что он являлся здесь изначально персоной, в которой фокус-файр был, ну, от команды Evil Geniuses не имеет в виду не фокус-файр, как скилл у ВРК, а имеется в виду, что команда на нем фокусировала свое внимание, пыталась его убить. Он-то выжил, много деможей в себя впитал, ну, шлордара повезло меньше. Хотя он тут его и прикрывал. По сути, да, Тараска здесь идеальным вариантом, я с тобой здесь соглашусь, учитывая под стиль игры нынешней, именно в этом матче под Блэка подходит. Башер, если бы реально было бы много всяких различных драк, ну, посмотрите на количество фрагов, вы поймете, что здесь больше у нас играется макро дота, нежели чем какой-то там стычки, столкновения и все остальное. Поэтому видим, как по боту сейчас ребята за сплитпушили, Блэк остается на топе, где сейчас спокойно играет с Артизи, тот его, ну, не чувствует вообще. Хотя, если сейчас нормально так Артурка... Не, Артурка дамажит с руки, это неплохо, если приглядеться. Главное зафиксировать, а вот уже чем фиксировать? Ну, хекс нужен впоследствии. Какой-то нужен хекс, где-то что-то нужно. Где-то какой-то хекс нужен, потому что если антимага не зафиксировать, то он просто-напросто не умрет. Ну, вот и Амплифай дамаж плюс Виндрейнджер. Вопа умирает за 2-3 в Блэк Кинг Баре, не в Блэк Кинг Баре. Фокус Файер работает в БКБ, Амплифай работает в БКБ. Плевать совершенно на... Сумаил приобрел в себе Блэк Кинг Бар, он просто получит фары, если не успеет отблинкнуться, то он умрет. Отблинкнуться он может не успеть, если ему хоть один какой-то стан успеют дать до Блэк Кинг Бара или как-то еще. Или у него в кулдауне будет блинкнуть образом, что он там блинкнется не в то место. Так что у команды ИДЖи ситуация сейчас такая, что они должны просто стоять и вот... Ну, не стоять, а двигаться по карте, чтобы пытаться как-то перефармливать. Добирать им нужны твои артефакты. Они уже не могут проявлять агрессию по отношению к своему сопернику. Фнатики уже готовы принимать артефакты, нужны. Артефакты нужны к вопе, артефакты нужны... Ну, к локверку нужно аганим дособирать у нас, андайинг. Андайинг, похоже, аганим в этой игре не купит, если игра вот, она закончится в ближайшие там несколько драк. То есть, если ИДЖИ драку выиграют, то, кстати говоря, в такой ситуации ИДЖИ, наверное, не победят, если они выиграют. Даже если они две драки выиграют, они тоже вряд ли выиграют в этой игре в целом. То есть, запас вышек в первую очередь и не только. Пуш-потенциал тоже дело такое, как бы, скажем так, Все есть у всех практически у команды Фнатик. Абсолютно. Поэтому сейчас я смотрю, сложно вообще ИДЖИНИСУС на карте свое золото получать. Они, конечно, постараются, может быть, в пятером куда-либо выйти, но, опять же, денег они с этого могут не получить, если в пятером будут формить линию. Им нужно в пятером нарваться на соперника, как минимум. Но позиционка грамотно держится Фнатик. Они не подставляются в пятером, никогда держатся на карте довольно-таки разрозненно. Каждый сам по себе герой довольно-таки, скажем так, живучий. Много из них живучих. Антима, Кверк, который, в принципе, имеет 16,5 Канет Ворса, но при этом попробуй ее догони, попробуй убей. Слардар тоже сам по себе здесь довольно неплохо, тем более это с БКБшкой. Видим, как Быринка забирает Рошана сейчас с командой Фнатика и получает Аегис и сыр в свои руки. И теперь уже вопрос в команде Валджиниуса встречать ли их будут на хайграунде или нет. Но Блэк уже зашел и без их ведома вот вынужден были вернуться и Валджиницу сюда к себе в мидл, ибо Блэк уже вышка собирался заниматься. И сейчас с Аегисом и сыром ребята ворвутся прямо в лицо и будут как минимум сплитпушить там антимагом и при этом еще и заниматься соперником, который будет стоять позади вышек. Поэтому сейчас надо команде Валджиниуса собираться. Ультимейт, конечно, у них имеются все. Вот сейчас вот-вот скоро еще появится хукшот. И вот вот она интрига. В лоб-в-лоб буду сейчас врываться, скорее всего, имея, собственно, преимущество у себя командов натиками, а Аегис имеет сыр. Посмотрим, к чему это приведет. Байбеков, кстати говоря, у... Блэка, конечно, подкоцали здесь. Мант он намеренно не вжимает. То, что в него потратили ИДЖи, он быстро свои хитпоинты восстановит за счет Тараски. На топе вышку он должен добивать. Да, пока его команда там в миде развлекается, что тоже, в принципе, давит на линию, Блэк на топе. Попробуем, они на него, в принципе, параллельно еще, опять же, на него будут с Блинков и всего остального готовы будут ворваться. Как бы Блэк их вытягивает с хайграунда на лоу-граунды, мол, нападайте на меня, нападут мои тиммейты на вас. Вариант довольно-таки интересный. Блэк вот-вот-вот-вот пошло, начали играть в Блэк, подходит Рубик, цепляет универса, правда, хайграунда, пока никто не лезет из команды Фнатика. Они вон мид диджи оставили. Тут уже вышку там забрал. Великолепная игра просто от Фнатика, вот что я могу сказать. И хукшот, девайвый Клокер, ну прям, прям, нагорело уже, подгорело, серьезно, вынуждены были уже на луган спускаться, чтобы хотя бы кого-то подцепить, но даже этого оказалось недостаточно. Аэм пол-хп потерял, но сейчас вновь зарегенится сейчас с Тараской. Ахайя, готов был прыгать на Артизе, но надо вспомнить про БКБш, что могло быть, опять же, опасным. Довольно-таки, мовом с... 27 единиц армора у Слардара, SF его не так просто пробить, Верка прыгает, за фокус фар пытается закидать зеранжовый барак и Соник Вэйв, диджи практически погиб на него из ТАЕС, Кая жмет БКБш, уходит, Тумаил борется дальше, работает Томба, но Диджи, кстати, убьют. Да, потому что... Я в времени вантимах на топпер и Соник Вэйв, только сейчас откатился. Знаешь, какие бы ни были, Потея вот сейчас все равно выигрывает внатик, чтобы не говорили тут все равно вот сейчас и руки даже уходят, SF гонятся за ним. Они потеряли только Виндрейнджер, они потеряли только Виндрейнджер, ничего в этом страшного нету, они забрали два рейнджовых барака. Ну, и Ахайю еще, конечно. А, Ахайя тоже выигрывает, ну да. Да, его там Флакверк поймал в Коге. Какой-никакой фраг? Не сравните с тем, что, понимаешь, обычно мы с тобой, помнишь, смотрели такие игры, где ребята вайпали из-за того, чтобы полуэшечки забрать. А здесь потеряли два фрага и то основной герой остается жив. Забрали мало того, что выжигает, так еще и рейнджовые бараки. Это огромный шаг к победе, девочек из команды Фнатика, конкретно в этой карте. Гривзы появляются у Андаинга. Гривзы ему тут, ну, они армор дают хороший. В общем-то, если Амплифай дэмэдж на Андаинга повесит, то можно с себя сдиспелить его грифзами. Ну вот, но все-таки Андаингу здесь нужен Аганим. Вот, следующим артефактом, на мой взгляд, Фиру нужно как-то Аганим прибыли. Может, он, конечно, Гост купит себе. Просто если ИДЖИ сейчас какую-то драку хорошую смогут навязать. Так, поймали Артизи, станд Артизи. Те, кто БКБ вжать не успевает, моно воет, Антимаг забирает 617 золота с Артизи. Вопрос лишь один. БКБ травула, ну что он там делал без своей команды? Он явно не Антимаг. Сушечку поломал, БКБ, БКБ-то паут. Ну, кстати говоря, если бы успел прожать БКБ и нажать телепорт, вполне вероятно бы выжил. Потому что его там никак бы не поймали. В этот БКБ ничего бы ему не сделали. Ну, учитывая, что у него, ладно, у него есть хотя бы байбэк, но такие риски сейчас, наверное, не стоит предпринимать. Пойдут сейчас и сфорсит байбэк, естественно, сейчас команда Фнатика. Еще попробуй останови их. Ну, теперь тем более. Еще и попал. Убывает соло на топ-тавус. У моего что-то совсем сегодня не идет игра, по крайней мере первую игру в Афаторе. Зашли уже, заставили байбэкнуться уже. Сф как минимум Блэк врезается. Быренько убивает Томбу. Сейчас будет прыгаться за Барак. Попробуйте ему втроем что-либо сделайте. А байбэк Флопаток пока еще не делает. Делает байбэк Флопаток. Какая-то ошибки. То есть Квапа она не должна умирать соло от виндрейнджера на топе. Понятно, что очень тяжело предугадать откуда в тебя Верка прыгнет и убьет. То есть если ты стоишь и ничего не видишь, то она может прыгнуть на тебя откуда угодно. И не фармить-то тоже не может Сумаил. Это тоже надо понимать. Но все-таки в таких ситуациях надо понимать, что могут сфорить байбэк. Барико пошла драка Сайланс ВК выкатывает его конечно В итоге минус два но и прекрасно понимает команда Фнатик что лучше отойти. Времени предостаточно возможностей куча преимущества есть антимага ого-го сколько так что эти потери сейчас минимальны. Единственное что сделали Велджениус выиграли конечно времени сейчас для себя да и только. Им нужны артефакты сейчас но в первую очередь у Квапы вообще ничего не появляется. Ее нетворс уже такой же как и нетворс Слордара против которого Сумаил стоял один на ну не один на один ладно против которого он стоял на сейфлейне в начале игры и это конечно же очень плохо потому что Квапа должна иметь больше если у нее такие артефакты как сейчас мы просто ну он не может почти ничего сделать все что он может это дать сайленс в какого-нибудь рубика чтобы тот не сфоровал полезный скил у одного из игроков там своей команды или там дать сайленс в может быть в эрку чтобы та фокус файер не поражал ну в общем как-то вот именно скиллами играть дизейблить ну и Суник Вейв конечно же если он попадет хороший то может быть получится удачная драка но в целом он не похож на ту Квапу которую мы обычно привыкли видеть да которая задает темп игры нападает и убивает сама здесь Сумаил так уже поступать не может юзают смок и джин и кажется будет попытка напасть на соперника во вражеском лесу но при этом делают абсолютно вслепую без вижена на удачу по сути это вабанк могут кто-то погибнуть фактически уже некоторые герои остаются без байбэков такие как СФ и Квапа и нападение в данной ситуации это как минимум риск посмотрим будет ли он направлен хукшотом промахнулся и делает блинк муши даже под скрим не попадает от Сумаила и отступают так как понимают что здесь уже был такой выпад от Evil Geniuses отступает в Фнатики ну что ж не удалось забежать как-либо Evil Geniuses потому что слепую это делать конечно тоже так себе на удачу не стоит а Хайо на боте смотрит за тем как там зафармывает Артизи но если мы к нему заглянем в рюкзак то поймем что пока как-то не густо ну ладно у него одного имеются деньги хотелось бы чтобы они появлялись и у других героев но вот к сожалению Сумаил топ-2 команды Evil Geniuses по деньгам как крайне мало имеет хотя к Хиксу он уже почти подошел да Сумаил начал делать Шиву думая что мол против Слардара нужно сделать Шиву но сейчас уже реальность стало очевидно что без Хикса в этой игре уже делать нечего поэтому Смейл начинает делать Хикс то есть просто купил себе плейтмейл может он вообще не собирался делать Шиву просто так плейтмейл с расчетом на то чтобы его не убивали быстро плейтмейл ему сильно не помогает будем откровенно ну а минус армон так-то и все равно есть да если бы он за счет этого плейтмейла переживал бы хотя бы Шиклшот и успевал бы отблинкиваться тогда ладно но мы уже видели то что он даже не помогает когда просто Верка нападает без амплифай дэмэджа когда Диджей напал на Сумаила на топе да вот когда вот Соло когда ему забрал он просто забрал его один ему никто не повесил амплифай ему никто не дал там стан какой-то дэмэджа никто ему не нанес просто прыгнул Диджей дал Шиклшот и за фокус файр убил вот так вот элементарно 1600 хп у квапы там фокус файр последнего левела с аганимом кристаллиц манки все как положено канонично не переживаешь ты уже даже с этим плейтмейлом SF заделал себе сатаник ну да только вместо Санчиньяш и Скади вместо ну и все вместо Санчиньяш и Скади и Муншард и вот они 6 слотов ну траволающий конечно грейдно там можно ну твой рэбэки естественно можно конечно и купить второго курьера забрать туда рефрешер некроф и сплитпушить но обычно до такого игры не доходят до такого мега лэйфа ну не на таком уровне по крайней мере на таком турнире юниверс врывался подбросил Рубик все отошли нападение вновь неудачное со стороны команды Воджениус хотя и довольно вовремя ребята могли напасть так как Рашан сейчас вновь на повестке дня и появится уже через 30 секунд стараются девардить по максимуму EG с гемом со своим на ондайинге и лишние бараки пока стоят плюс еще у EG есть вортифейшн то есть даже если антимаг как-то раньше вражеская команда придет на ой ССФа у нас забрали на боте только что через Amplify и фокус герой и там уже Блэк на хайграунде зовет своих друзей ребятки вчетвером находится Воджениус у себя на хайграунде их надо завирать разваливать и сейчас очень крайне невыгодное положение Воджениус оказывается и я просто на них смотрю мне жалко их становится они просто не знают на два фронта разрываться потому что там за сплитпуш второй начинает играть уже Охи напал на ППД там далее врывается Клокверх но не в самом удачном образом Sonic Wave залетает туда также от Сумаила демедж выдал довольно-таки неплохо Диджи отступает может быть даже продержится но скорее всего развернутся и попытается напасть вновь так как 72 секунды не будет СФ Питер закидывает туда же чайник Блэк обрывается чайник довольно-таки неплохо ну и он уходит из блинка чего и следовал наверное ожидать а его тиммейты запушили мидл еще и Рошана забрали в общем все на карте успели сделать внатик чтобы секунды будет СФ все равно еще очень много его зажидаться и байбэк у него кстати говоря все равно будет отсутствовать даже несмотря то что он выйдет из кулдауна лайк на топе вообще не боится бояться нечего вообще Хукшот делает Клокверк отпруставливается сам того боясь Рубик ворует Хукшот кстати говоря да 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 и черт наверняка его даже может сделать если будет надо Блэк там сам развлекается вполне себе нормально Клокверк он там чуть ли не уничтожил самостоятельно Глиффорд конечно прожимается остается барак на топе и GG пишет команда Evil Geniuses хочется сказать что это более-менее достойный матч открытия у нас Франкфорд Мейджора и как минимум уже задается интрига кто же в этом Бо-3 противостояние одержит победу потому что как минимум аутсайдер данного матча уже выиграл на первой карте что уже интересно Ну может показаться стороннему наблюдателю кто пришел смотреть эту игру там минутки сороковой знаешь так сорок пятый